Привет, друзья! Меня зовут Владислава, добро пожаловать ко мне на канал! В этом видео я хочу порисовать акварелью, но немного необычным способом. Я думаю, что бывает, когда мы устаем от классических способов рисования по мокрому или по сухому, и нам хочется какой-то живости, какой-то энергии в рисунке. И вообще, мне кажется, сегодня будет более такое расслабленное видео, когда мы дурачимся как дети, рисуем всем, что придет под руку, и получаем удовольствие от рисования. Я надеюсь, что вам понравится это видео так же, как мне понравилось рисовать. Но начала я стандартно, я сделала два наброска, один тоновый и другой цветной. Вы видите, маленькие два рисунка по левую руку. И дальше я нанесла рисунок на основной лист, и теперь покрываю акварелью его весь, чтобы объединить одним цветом будущий мой рисунок. Дальше я начинаю рисовать уже пальцем, потому что это будет задний план, и он, в принципе, такой немножко будет размытый, как и положено третьему плану. И палец как раз здесь подходит, такие будут нечеткие очертания. В общем, интересный способ нанесения краски. По поводу цвета я не раз уже говорила о том, что для гармонизации композиции в вашей работе мы можем задействовать только три цвета, и таким образом наверняка добьемся цельности в живописи. Но мы эти три цвета будем использовать не одинаково и не хаотично, а мы заранее подумаем о том, какого цвета будет больше, какого будет цвета чуть меньше, и какой цвет будет в самом маленьком количестве, и будет в работе акцентом. То есть, если мы осознанно подойдем к выбору этих трех цветов и их ролям, то тогда у нас, скорее всего, получится гармоничная работа без особых с нашей стороны усилий. Тем временем я уже активно крашу щетиной кистью, и прохожусь ею по центральному плану, там, где у меня здание школы, и я выделила окошко светлым пятном на темном фоне, и в этом светлом окошке еще будет силуэт детей, которые учатся, и таким образом у нас будет акцент в центре композиции, выделен светлотным контрастом. Друзья, если вы еще не поставили лайк этому видео, то, пожалуйста, делайте это прямо сейчас, также подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять комментарии и отмечать колокольчик, потому что мои новые видео выходят раз в неделю, и таким образом вы не пропустите ничего самого интересного и полезного. Для того, чтобы показать снег вокруг дорожки, рядом со школой я использую салфетку, то есть такую текстуру сложно сделать обычной кисточкой, и щетина, и салфетка, и палец, они дают интересные разнообразные пятна, и нам интересно потом разглядывать такую картинку. Обычной тонкой синтетической кисточкой я прохожусь по тем местам, где мне нужны ровные линии, ровные тонкие линии. Возвращаясь к цвету, как же понять, какие цвета могут быть гармоничны, и какие три цвета выбрать, чтобы уж наверняка не ошибиться с тем, чтобы работа выглядела гармонично, нам нравилось? Ну вот есть такой лайфхак, что можно взять абсолютно два любых цвета, и третьим взять дополнительный к одному из них. То есть, грубо говоря, я взяла ультрамарин и зеленый, и к ультрамарину я добавила оранжевый. То есть это такой универсальный способ, который максимально сокращает время на придумывание колорита, и так мы можем спонтанно и неожиданно найти новые интересные комбинации интересных сочетаний. Тем временем я начинаю использовать оранжевый цвет, и крашу его, обратите внимание, мастихином. Очень веселое занятие, можно мазать им буквально вдоль и поперек. У меня тонкий мастихин, поэтому я могу не бояться, что я там что-то лишнее измажу, но создается очень интересный четвертый уже вариант текстуры в одной картинке. Вообще разнообразие текстур можно находить не только в акварели, но и во всех материалах, с которыми мы работаем. То есть это даже и масло, и цветные карандаши, и гуашь, и масляная пастель. Каждый материал, допустим, если мы только начинаем с ним работать, или мы давно с ним работаем, но вот с текстурами еще пока не разобрались, то можно просто отдельным упражнением для себя сделать поиск таких вариантов, допустим, набора пятна, или набора текстуры, или увеличение светлоты, или уменьшение светлоты. Посмотреть, за счет чего цвет усложняется в этом материале, как его можно усложнить наложением другого цвета сверху, или смешением механически, как в водных красках, или мастихином можно намешать. На самом деле, можно много очень чего придумать, и это что-то уникальное, может быть, придумаете только вы, и все будут потом гадать, как же вы интересно это сделали, и будут с удовольствием разглядывать вашу картинку. Ну, в общем, это полезное упражнение, и, возможно, вам очень даже пригодится. Я напомню, что в данной картинке я основной акцент в виде окошка светлого на темном фоне выделяю как светлотный контраст, но вообще есть еще хроматический контраст, симультанный, и контраст насыщенности. Обо всех этих контрастах я подробно рассказала в отдельном видео, ссылку на него я оставлю в описании. По цветам получается у меня основной ультрамарин, его больше всего в картинке, чуть меньше получается зеленого, и акцентом у меня будет выделяться оранжевый цвет, но не чисто оранжевый, а я его смешиваю, чтобы он был не в полную силу. Друзья, если вас смущает такая скупая и очень-очень ограниченная палитра, и вам кажется, что для вашего произведения это очень мало, и это не произведет должного впечатления, то я могу вам привести примеры таких классиков живописей, как Рембрандта, Тициана и многих-многих других живописцев различных эпох, которые, если мы присмотримся, использовали три, максимум пять цветов в одной работе, просто они их смешивали между собой различным способом, где-то больше одного цвета, где-то больше другого, и у них получалась очень сложная, богатая на оттенки живопись, которая не нуждалась в отдельных цветах и большом количестве самих по себе разных цветов. Если же этот аргумент вас не убеждает, и вы непременно хотите повторить абсолютно все цвета, которые вы видите в живой природе, то я, наверное, опять вас разочарую, сказав, что, к сожалению, даже если мы купим самую большую палитру в самом дорогом художественном магазине, где будет абсолютно все цвета, которые может предложить эта фабрика, то там все равно не найдется того количества цвета, которое мы видим своими глазами. То есть наш человеческий глаз, он видит в миллиарды раз больше цветов, чем есть в нашей палитре. Если мы начнем смешивать цвета, и вы думаете, что таким образом мы добьемся именно тех цветов, которые мы видим, то это не так, мы будем терять насыщенность. Насыщенность всегда теряется при смешивании, многие художники об этом знают и не стремятся к повторению цветов, да и зачем это нужно делать, если у нас есть фотография, которая как раз и отражает, действительно старается отразить все цвета, хотя и фотография тоже не всегда с этим справляется. Наверное, у художника стоят более какие-то художественные задачи, когда он хочет придать настроение, свои чувства, свои мысли, оставить часть себя, а не просто отобразить реальность так, как она есть. Давайте еще не будем забывать о том, что большинство людей видят цвета по-разному. То есть есть люди, у которых, допустим, не хватает колбочек в строении глаза, и таким образом они не видят определенных цветов. С возрастом у нас пропадает способность видеть какие-то цвета, то есть мы их видим более тускло. Есть люди, у которых очень сильно развито цветовое восприятие, а есть люди, у которых, в принципе, не хватает мощности глаза, чтобы все это разглядеть. Поэтому сколько бы художник-колорист не старался выделять и раскрашивать свою картину в разнообразии колористических решений, но не все зрители, увы, смогут оценить в полной мере эту красоту. А вот что зрители увидят все плюс-минус одинаково в вашей работе, так это тональные соотношения. В этом, скорее всего, будет меньше всего споров, и за счет этого картинку можно действительно очень хорошо организировать для большинства зрителей. И поэтому я всегда и рекомендую делать предварительные вот такие маленькие эскизы, где мы тонально разбираем будущую работу, и где будет видно цельно, мы ее сделаем в итоге или нет. То есть мы можем ошибаться в цвете и делать его прям очень условным, но что важнее цвета, так это тон, если мы говорим о реалистической живописи. Об этом очень много писал Крымов, вы можете почитать его статьи, если вы еще не слышали о нем. Друзья, если к этому моменту вы все еще не поставили лайк этому видео, то я призываю вас сделать это прямо сейчас. И также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, отмечать колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, потому что они выходят раз в неделю, и так вы не пропустите ничего самого интересного и полезного. Итак, резюмируя все, что я сказала в этом видео, можно сказать первое, что очень полезно узнавать и знакомиться со своими материалами, с которыми вы, может быть, уже и давно работаете, но просто изучить их поподробнее, как они делают текстуры, как они меняют свою светлоту и тональность, как они становятся более сложных цветов, в каких смесях и так далее. Второй момент – это знать, что достаточно трех цветов, чтобы сделать какую-то живописную работу, то есть взять абсолютно любые два цвета и добавить третий комплементарный к одному из них, и это будет уже интересное сочетание, сложные цвета и так далее. По большому счету достаточно двух цветов, просто один будет холодным, другой теплым. И все, и за счет этих двух цветов намешать третий цвет, и у вас уже будет богатая палитра для того, чтобы сделать живописную работу. Третий момент – что живописцы вынуждены работать с условными цветами, потому что, к сожалению, ни одна палитра не в состоянии повторить все цвета, которые мы видим в природе, да нам это и не нужно. И четвертое – что многие люди видят цвета по-разному, в силу разных обстоятельств, и поэтому, как бы мы не использовали самые насыщенные цвета в своей картине, не все зрители смогут их оценить. И заключительный вывод состоит в том, что основное, что отличают плюс-минус все люди одинаково – это тональность, и поэтому на нее больше всего стоит обращать внимание и для этого делать предварительные эскизы к работе. Тренируется тональное цветовое восприятие только с практикой. Тем временем я закончила свою экспериментальную акварель. Пожалуйста, пишите в комментариях, как она вам понравилась или нет, как вам история с использованием пальца, мастихины, щетинной кисточки именно в акварели, и делитесь опытом, если вы что-то подобное тоже делали. Мне очень интересно. Все, до встречи через неделю, и пока-пока!